Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите Завтрак в городе Че, и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим яичницу с белком. Белком сегодня будет выступать не мясо, а мы приготовим яичницу с фасолью. Красная фасоль, консервированная в собственном соку, без томатного сока, без томатной пасты, без всяких добавок. Натуральная фасоль, натуральные куриные яйца, зелень и томат, то есть живой или не совсем живой, в общем-то свежий помидор. Для начала я разогрею сковородку, добавлю небольшое количество масла в сковородку. Яичницу распределю кисточкой равномерно, разогрею сковородку. В общем-то, если сковородка антипригарная, вы можете не добавлять масла. Я сегодня добавлю для того, чтобы блюдо не испортилось, чтобы оно не пригорело, чтобы ничего не пристало. В общем-то, первым шагом мы просто отправляем яйца в сковородку, разбиваем. Сегодня мы готовим именно глазунью. Мы не готовим омлет, потому что мы не добавляем молоко, мы не добавляем воду. Мы готовим просто глазунью с жидким желтком, который так многие любят, и в который можно помакать кусочек зажаристого хлеба или тоста. Вот, сковородка практически разогрелась, поэтому я возьму яйца и начну разбивать. Если вы опасаетесь, что можете некачественно разбить яйцо в сковородку, то есть нарушить целостность желтка, вы можете сделать это аккуратно в глубокую посуду, а затем просто отправить уже в сковородку непосредственно из посуды. Сейчас я уберу сильный нагрев, оставлю небольшой, потому что главная задача это просто приготовить белок. Для того, чтобы белок схватился, я чуть-чуть подсолю. И именно в белок мы выкладываем фасоль. Кстати, вместо фасоли можно использовать горох. Кстати, горох можно использовать даже не консервированный, а сырой, ну то есть замороженный, да, свежий. Свежий горошек. Блюдо получается очень красочным, очень ярким, очень позитивным. Желтые желтки, зеленый горошек. Ну, красная фасоль тоже хороша, согласитесь. Выглядит это аппетитно. Буквально несколько минут, блюдо будет готово. Я возьму вот пока тарелку, выложу листики салата. Пусть сегодня подача порадует нас вот такими вот яркими цветами. Зеленым, желтым, красным. Так, ну, в общем-то, мы сделаем вот так вот. Вот так. И вот так. Здесь почти готово. Мы просто готовим белок, желтки должны остаться жидкими. Добавлю несколько веточек вот в конце зелени. И нарежу помидорчик. Просто нарежу дольками. Можно, конечно, подавать со свежим огурцом, можно подать со свежим помидором. Можно использовать помидоры черри. Это очень вкусно. Жареная яичница с хлебушком, со свежими овощами, с зеленью. Это прекрасный, полезный завтрак, который обрадует не только женщину, но и мужчину. Потому что все мужчины любят яичницу, да. Пельмени и яичница – это два блюда, которые мужчины предпочитают на завтрак, и на обед, и на ужин. Главное, чтобы они не повторялись слишком часто. Вот, практически готово. Еще буквально одну минутку, и можем выкладывать. Ну что, яичница готова. Постараемся выложить как-нибудь на тарелочку, чтобы сохранить вот эту красоту, целостность желтков. Вот, выложу сбоку овощи. Сегодня это свежий помидор. Можно также добавить небольшое количество спелого авокадо сбоку. Это прекрасное дополнение. Здесь у нас полезные белки. Огромное количество белка содержится в фасоли, в яйцах. Полезные жиры в авокадо и клетчатка, незаменимая в зелени и в помидорах. Это полноценный завтрак, который требует только чашечки вкусного ароматного кофе или крепкого черного чая. И ваш завтрак можно считать удавшимся. Ну что, дорогие друзья, желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова